Для двух владельцев трех автомобилей сегодняшнее утро стало не совсем добрым. Подойдя к своим машинам, они увидели, что на них лежит огромное дерево, упавшее ночью. Повреждения автомобилисты уже оценили в сотни тысяч рублей. Кто будет возмещать ущерб и в чем причина падения, узнавала Нафиса Минязова. Это дерево уже два года я смотрел. Два года оно уже в таком состоянии было. Фильсур Ихсанов живет в одном из домов по улице Хадзиатласи. Говорит, что раньше часто оставлял машину под этой самой липой. Однако год за годом, наблюдая за ее состоянием, стал парковаться в другом месте. То же самое советовал и соседям. Рассказывает, что уже года два боялся, что дерево рухнет. По предварительной версии дерево упало приблизительно в час ночи. Однако владельцы автомобилей увидели повреждения только рано утром. По какой причине произошло падение? Были ли это погодные условия или же состояние самого растения? Теперь предстоит выяснить экспертам. Всего ствол накрыл три автомобиля. Это Альфа Ромео, Лада Калина и Шкода Октавия. Находящийся ближе всего к дереву Хиндагетс просто чудом не задело. А вот автомобилю, спасшему его от повреждений, не повезло больше всех. Поскольку основная сила падения пришлась именно на итальянскую иномарку. Два других пострадавших транспортных средства вообще принадлежат одному человеку. Две машины не пострадали. Что, Шкода Октавия? Калина вот моя. Сейчас владельцы автомобиля не понимают, кому предъявлять претензии, возместит ли кто-нибудь причиненный машинам ущерб. Как думаете вообще, кто будет оплачивать это? Вы даже не знают. Нет. Сейчас будет баталия у нас. Все сейчас кидывают это дерево. Яна Багаудинова, владелец автомобиля Альфа Ромео, оценивает ремонт своего транспорта примерно в 100 тысяч рублей. Признается, что на период разбирательства ей придется оплатить все самой. И не знает, получится ли взыскать убытки. Прибывшие на место сотрудники управляющей компании сразу начали отказываться от территории, где росла липа, и от своей ответственности за состояние дерева и последствия его падения. Будем разбираться, на чьей территории разбираться будем дальше. Нет, а кто будет нести ответственность, кто будет машинам, а ущерб как-то оплачивать. Я говорю, будем разбираться, выяснять, что как. Падение произошло на улицах Ади Атласи. На данный момент неизвестно, чья это территория, управляющая компанией или же муниципалитета. Однако стоит отметить, что у владельцев автомобилей неполная страховка. А значит, возмещение ущерба они будут добиваться через суд. Нафиса Минязова, Игорь Романов и Адельмулахметов. Вызов 112.